Дорогие сёстры, рада всех приветствовать на сегодняшней нашей встрече. Иншалла проведём её с вами с пользой. Да, ещё пока сёстры присоединяются. Тема, как вы видели, у нас связь между арабским языком и Кораном, да, и эта связь очевидна, да. Ну, иншалла попробую максимально, объёмно, насколько это возможно, такую короткую встречу донести до вас тот материал, который я запланировала. Вот, иншалла будет полезно. Да, меня зовут, ну, как бы первое, что это познакомимся, да, пару слов о себе. Ну, меня называют, так скажем, умналик, да, известным под этим именем. Вот, я, ну, по образованию магистр филологии, преподаватель, исследователь арабского языка, также муджаза по десяти малым каратам Корана, да. Сейчас, ну, как бы долгое время уже преподаю онлайн, примерно двенадцать лет, ну, то есть, одиннадцать-двенадцать лет до этого просто, вот, очно больше преподавала. Вот, поэтому имею практику уже такого онлайн преподавания. начинался мой путь, больше был связан с арабским языком, но также параллельно и с Кораном, на каком-то этапе все-таки больше я как-то вот после того, как узнала арабский, да, вот больше я начала все-таки с Кораном моя связь быть больше, да, ну, хотя они параллельны, но имеется в виду вот изучать, углубляться все-таки в науке, непосредственно связанной с Кораном, таджвид, тараты, улюмаль-Куран, да, то есть вот, хотя в начале и по образованию, то есть долгое время, да, все-таки больше, ну, занималась арабским языком, преподаванием арабского, да, потому что, чтобы уже преподавать Коран, ну, по крайней мере, мне казалось, что нужно вот более-менее хорошо уже знать, да, чтобы уверенно, вот, поэтому сначала Голича специализировалась и даже преподавала в моей арабске больше, сейчас и арабский, и Коран, корнические науки, да, то есть как бы разные такого плана, вот. Уже немножко и сестры собрались, если будут вопросы, значит, иншаллах, постараюсь на них ответить, или в процессе, если они будут, но если что-то пропущу, то в конце, иншаллах, нашей встречи. Я что сегодня, ну, знакомство вот небольшое сказала про меня, да, то есть по образованию я не хочу, как бы, много говорить, вы можете почитать у меня на страничке, то есть там всего очень много, и я даже, ну, то есть это долго перечислять, не хватит этой всей лекции нашей, поэтому и так вот коротко про себя вам сказала. Вот, сегодня мы поговорим, ну, рассмотрим такие темы, да, с вами, а был ли арабский язык до низ посылания Корана, письменная регистрация Корана и сбора мосхав, роль сподвижников в сохранении арабского языка, Коран как единственный идеальный пример красноречия, форма арабского языка, перевод Корана, важность изучения арабского для понимания Корана, и, ну, мой путь, если будет на это время, так как это очень объемная, по сути, лекция, ну, так, может, в пару словах это будут какие-то вопросы. Мы с вами познакомились, да, сестры, можете тоже написать свои имена, таким образом вы тоже, и откуда вы, заодно мы с вами познакомимся так вот виртуально, я вас не слышу, но вы меня слышите, и таким образом, как бы, будем общаться. Хорошо, поэтому пишите, откуда вы, там, например, там, Медина из Грозного или еще что-то такое, это то есть имя, и будет интересно, с кем или кто же сейчас присутствует. Машала. Машала. Угу. Угу. Машала. Настя из Украины. Алия из Казахстана. Машала. Асма из Казахстана. Машала, много сестер из Казахстана. Ага. Таджикистан. Угу. И Россия. И Россия. Казахстан. Россия. Казахстан. Машала, много сестер из Казахстана. Ммм. Амм. 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 Машала. Угу. Очень много Машала. Вот. Все сестры. Да. Пишите, пишите. Да. Познакомились. Ага. Миро тут. Ах. Так. Кабардин, Абалдай. Ага. А, из Ливана. Вставая, все знают уже. Познакомились. Машала. Ага. На первой встрече. Саратов. Хорошо, сестры. Машаала, очень рада, что у вас много, из разных мест. мест и вот такая возможность объединиться да и находясь в разных местах все-таки куран нас объединил иншалла арабский язык по сути ислам нас объединил да потому что куран это неотъемлемая часть ислама то есть и аллах фанаталя да вот это няма для нас и мы ему за это безгранично благодарны по сути такая тема арабский язык связь с корана с арабским языком арабского языка скоро она очень широкой поэтому все мне не сможем прям рассмотреть но какие-то моменты я вам сказала какие упомянуть сегодня да то есть я посчитала интересным нужным да именно про них поговорить возможно они не так широко известны или просто будет интересно бизнеса лаз фанаталя сказал уме рассказал каждому из нас что облегчил для нас куран на языке на арабском языке чтобы мы могли понимать то есть по сути арабский язык неотъемлемая часть понимание и познание религии понимание курана да и поэтому мы не можем отдельно их рассматривать на то есть рассматривать арабский язык отдельно от корана или куран отдельно от арабского языка да и в процессе лекции иншалла ну кто еще этого не знает поймет что по сути если бы не куран то арабский язык в том формате в том как он есть сейчас он бы не дошел до нас потому что так Так, извиняюсь. Так, значит, продолжим, Миша Аллах. Также Аллах сказал, да, в переводе, вот в суре сказал, что мы знаем, что они, значение, да, то есть значение таково, мы знаем, что они говорят, воистину его обучает человек. Язык того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как это ясный арабский язык. То есть арабский язык, он ясный, он понимаемый, его можно понять, он легкий для того, кто хочет этой легкости, да, кто может эту легкость создать, да, благодаря своим усилиям, бейзниля, по воле Аллаха Супану Атааля. И да, очень было хорошо тоже предыдущими лекторами этот момент легкости арабского языка, в частности Устада Ая, да, очень хорошо это пояснило. То есть на самом деле легкость арабского языка, она очевидна для тех, кто внемлет, да, для тех, кто думает и кто старается, потому что легкость, это не обязательно простота, да, то есть не должны мы путать легкость с простотой, какой-то, ну, банальностью. Это слова Аллаха Супану Атааля, поэтому они не могут быть банально, ну, банальными такими, да, которые, они слова просты для понимания, да, но они, они доступны. Но это слова Аллаха Супану Атааля, поэтому у них есть глубина, сила, да, и для того, чтобы понимать, да, нужны какие-то усилия. Это не то, что какой-то лахи или не посылается на нас, да, нужны для этого усилия, чтобы понимать Куран, да, чтобы его правильно читать. Иначе, ну, как бы жизнь такова, да, для нас Аллах так создал, что мы должны какие-то усилия прилагать, чтобы чего-то достичь. Так же и в Куране, в чтении Курана, в Куране, в Куране, в Куране, в Куране понимании, не только Курана, да, религии, каких-то других предметов. Да, сам по себе арабский язык, как сказал Ина Таймия, из религии его познание является обязательным, поскольку понимание Корана и Суны является обязательным. То есть понимание нашей религии через понимание Корана, через понимание Сунны, соответственно, знания арабского языка, они неотъемлемая часть. Потому что мы, конечно, можем, ну, как-то, не знаю, очень на низком таком первом уровне обойтись и без особого знания, да, зазубрить, например, одну-две суры, как бы на первом этапе. Но для того, чтобы расти в своих знаниях, чтобы требовать знания, да, то есть необходим арабский язык. Чем больше вы познаете арабский язык, тем вы познаете больше религию, Коран и так далее. То есть это раскрывает для вас огромные возможности. Это открывает для вас, ну, прям, ну, океан, да, который, ну, вот, является, да, такой возможностью достичь также довольства Аллаха Спанаталя, да, то есть постижение там религиозных каких-то обязанностей, чтения Корана и так далее. То есть это все, очень много чего можно достичь через понимание и знание арабского языка. Ну, кое-какие моменты хотела бы узнать от вас. Как вы думаете, был ли арабский язык до неспосылания Корана? Был ли арабский язык, да, то есть существовал ли он до неспосылания Корана? Или вот, как бы, как мы знаем, большинство пророков, да, они не были арабами. Был, 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 пишут, да, был. Да, был, пишут. Хорошо. На самом деле, на самом деле, ну, действительно, он был, но, как мы понимаем, любой язык, да, вот если мы возьмем, ну, даже на примере русского языка, или кто учил английский язык. Да, русский язык, если мы посмотрим какие-то даже литературные памятники, хотя русский язык, они не такие даже древние эти литературные памятники, да, как там в других языках есть, то мы увидим, что даже древнерусский, когда мы его, там, читаем, может, какой-то, может, в школе, да, кто-то читал какие-то тексты, они часто могут быть нам, ну, даже не очень понятны. То есть у каждого языка, да, есть история языка учит, история, там, английского, русского, то есть какие-то процессы, то есть язык, он как такой, ну, происходят какие-то развития его, да, он видоизменяется, история меняется, и язык тоже, он что-то изменяется, что-то дополняется, что-то, наоборот, убирается. То есть язык, он меняется, любой язык, да, любой язык, и арабский язык в том числе, и выделяют какие-то вот такие, ну, как бы, исторические периоды в арабском языке. Во-первых, это доисторический период, ну, там разные классификации есть, я вам одну из них дам, да, то есть доисторический период, потом арабский язык эпохи Джагилия, да, то есть это, как бы, до, вот, до ниспосылания Корана, так скажем, да, и потом уже арабский язык раннего ислама, да, то есть имеется в виду раннего, ну, раннего, когда был, ниспосылался Коран, да, то есть вот, и какое-то время после смерти пророка, вот, потом там еще были и другие периоды, да, есть, там и упадка, и возрождение, и в конце концов у нас есть современный арабский язык, да, или арабский язык уже вот 21-го столетия, то есть в 21-м столетии есть какие-то слова, да, то есть технологии, какие-то в арабский язык тоже добавляются, то есть язык, он видоизменяется, да, то есть язык, он не такой, какой был во времена, там, Джагилия, да, то есть язык видоизменяется. Но какова все-таки милость Аллаха, что он дал, да, такое обещание сохранить для нас Коран, его неизменной форме, и мы читаем с вами сейчас Коран, тот, который был ниспосылом пророку Мухаммаду, саляллаху алейкум салям, да, и стараемся не только, ну, как бы сам мусхаб, да, который содержит эти правильные, ну, аяты, да, которые дошли, но и передать помимо этого всего еще и правильное произношение, да, не просто книга, которая, например, сохранилась, да, какой-то свиток, а еще и в устной форме, что нету ни одной книги, которая бы сохранилась в своей, ну, вот полной форме начальной, как письменной, так и устной. То есть Коран — это уникальная книга, да, в этом смысле, то есть нету, и в какое бы мы описание бы ни брали про Коран, да, и как бы мы ни сравнивали ее с какой-то другой книгой, с какими-то другими словами, в звуковой форме, в любой, да, в любой категории, Коран будет в этом смысле на первом месте, он будет уникальным, такого нету, да, то есть такого нету. Поэтому это следует учитывать, да, то есть Аллах Субхану Аталя дал нам такое уникальное руководство, уникальное во всех сферах, во всех сравнениях, во всем, да. Во время джагилии, то есть до того, как было ниспослание Корана, да, началось ниспосылаться Корана и вообще миссии пророка, саулаху али-гасалям, народ, да, который населял Аравийский полуостров, они тоже разговаривали на арабском языке. Но у них тоже были какие-то формы, да, то есть более такой разговорный, можно сказать, и более возвышенный, который язык поэзии. Для них была поэзия, это нечто, ну вот как развлечение, удовольствие, да, то есть это высшее такое творчество. И это то, чем они, ну, в чем они развивались, они этим наслаждались, и в этом они превосходили многих и соревновались между собой. То есть это была их вот отличительная черта. И пришел, ну, как бы, Мухаммад, саулаху али-гасалям, со своей миссией, ему унес посылается Коран, который на удивительном, идеальном арабском языке, который был, по сути, на высоком уровне для того народа. И это, конечно, не могло, ну, не то что удивить, а не могло не остаться незамеченным в сердце арабов до того времени. Несмотря на то, что этот период назывался Джагилия, доисламский, да, но они все равно отличались, у них были очень хорошие, также, ну, как бы, адаты, например, гостеприимства и так далее, да. Но Коран своим, ну, как бы, как руководство, да, изменил их направление, их жизнь в сторону праведности, в сторону правильности, в, ну, в сторону к довольству Аллаху али-гасалям, да, к тех, кто, конечно, последовал этому. Ну, про это уже не будем, иншаллах. И по поводу письменной регистрации Корана. Вообще письменность арабская, она не была развита, была очень развита устная речь, то есть стихи, даже сейчас тоже упоминали сестры, по-моему, тоже Ая упоминала о том, про стихи, да, насколько они сложные. И, например, когда я тоже в университете училась, то есть это отдельно, например, поэзия идет как отдельный предмет, и он очень сложный на самом деле. И даже арабы их, ну, как бы, не понимают. И, ну, это сложно, потому что, да, там разные моменты есть именно особые для этого, плюс слова используются, да, такие заумные, они хотели каждый перед другим, как бы, поумничать, поставить, ну, как бы, острое словцо, соответственно, и слова там были такие возвышенные, ну, для того уровня. И письменно, ну, письменность не была развита. Когда было неспосылание Курана, и писцы, которые были у пророка, саллаху алиху ассалям, они записывали под его, как бы, руководством эти аяты, но они были записаны в отдельных, ну, на отдельных носителях, ну, на костях, на коже и так далее. Не было такого понятия, да, я пошел в магазин, купил тетрадку, начал писать. Нет, то есть не было. И вообще писали очень мало людей, и кроме этого особо не было на чем писать. Поэтому были вот на таких разных носителях эти свитки, вернее, не на свитках, а на разных носителях, да, там на костях и так далее. И понятно, что Куран, он не спосылался. И хотя пророк, саллаху алиху ассалям, последний, последний Рамадан, как бы, предчувствовал свою уже кончину, и так как уже Джабриил, алейху ассалям, да, ему повторял, он больше с ним Куран, то есть он, как бы, предчувствовал тоже аяты, которые, как на это вроде указывали. И, ну, тем не менее, он не знал, когда он, саллаху алиху ассалям, умрет. И мы знаем, Куран, он не спосылался постепенно, да, неизвестно было, когда, какой аят, например, в каком месте, он непоследовательно, как мы видим в мусхофе, где он, его место будет, да. То есть не было, по сути, возможности его, вот, собрать в один мусхоф, потому что никто не знал, а когда же закончится неспослание, да, неспослание заканчивается со смертью пророка, саллаху алиху ассалям. Поэтому было все записано, но не было вот в один мусхоф. И только после смерти пророка, саллаху алиху ассалям, да, по совету Омара рода Аллахангу, который посоветовал Абу-Бакру, да, рода Аллахангу, чтобы собрать этот мусхоф уже воедино, да, то есть уже как бы в один, в одну книгу, так как уже все, закончилось неспослание. И вот тогда, ну, там вся история, это очень интересно тоже, да, история, вот, собрание Курана, да, это как бы очень интересная тоже тема. И нужно ее знать, хотя она, казалось бы, например, кто учит, там, тадживит, она вроде бы не важна, ну, как бы еще до буквы зачем, но на самом деле очень важно для тех особенно пониманий, вот, раз им так, как потом идет, то есть эта история, на самом деле, очень важна, ее необходимо знать. После того, как был собран в один мусхоф, да, через какое-то время, то есть когда был Омара рода Аллахангу, халифа как бы осталась на том же, и потом, когда уже был Осмен рода Аллахангу, расширился халифат и стало необходимо, что уже были там фитны, да, по поводу того, что не было мусхофа. Сейчас у нас, маша Аллах, какая няма, у каждого, наверное, дома, я не знаю, вот у меня передо мной прямо, ну, даже если вы посмотрите, смотрите, сколько у меня тут просто стоит, ну, тут разные, по разным калиатам мусхофы у меня стоят, то есть, ну, это маленькая часть того, что есть. И при этом, то есть, какая, ну, возможность иметь эти мусхофы раньше не было. То есть был один мусхоф на всю уму. И вот, раз начали их копировать, да, то есть переписывать, маша Аллах. И во времена уже Осмена, да, раз, как бы, вместе с чтецами по разным местам, где, ну, были скопления, большой мусульман, да, отправили, да, чтобы чтец научил их читать, и там, ну, это, опять же, связано с историей уже, тоже с калиатами это может быть связано. Вот. То есть, ну, это коротко, да, то есть, насколько можно коротко уже прям, не знаю, как короче сказать. Вот. То есть Аллах, Субханава Тааля, мы видим, да, потом начали переписываться эти уже мусхофы, которые скопированы. Все время было очень строгое, ну, прослеживался, да, чтобы этот мусхоф печатался, вернее, не печатался, а переписывался, еще не было печати, да, в таком же виде. Еще, ко всему еще, может, кто-то не знает, что в мусхофе первоначальном не было огласовок и не было точек. То есть было только вот в Расмаль-Османе, вот это османское написание, оно вмещало себе только вот этот скелет букв без точек и без огласовок. Только впоследствии уже потом как подсказки, как еще другие знаки, например, там номера или еще что-то были уже добавлены, чтобы облегчить, да, но, то есть их не было. Представляете, то есть это была такая, ну, подсказка для тех, кто знал, по сути, наизусть, но так как многие народы принимали, и ислам, да, им необходимо было, ну, как бы на что-то основываться, поэтому это была очень большая, ну, большая милость, да, что мусхофы начали вот уже передаваться, копироваться. И в этом всем, что я хочу добавить, что Аллах Суханата Аля, да, когда пообещал, да, Аллах сказал, на нас лежит, в смысле, да, аята, на нас лежит собирание его и чтение его. То есть это обещание, да, Аллах Суханата Аля, вот, выполнил. Сейчас мы имеем перед собой мусхофы, мы можем их читать, брать эти знания, да, от Машала Устаз, и при этом даже какая вообще милость, не выходя из дома. То есть вы можете находиться дома, каждый из вас сейчас, да, находится дома, сидит там на удобном стуле или, не знаю, слушает, что-то готовит, может, чай пьет, пирожки ест и при этом может получать знания прямо вот находясь из дома. То есть это никто, наверное, даже в мечтах в то время, может, не было такого, наверное, в мечтах. Ну, может, кто-то и мечтал, да, особо какой-то, как сказать, у кого фантазия была бурная. Ну, даже лет, ну, 20 назад я даже не могла себе такого, я, например, такого не мечтала. Ну, альхамдуллах, вот такое есть. Да. Ну, то есть мы видим, что роль сподвижников в становлении вот этого, ну, в принципе, да, это еще в сохранении, да, для начала арабского, Корана, она важна. И получается, таким образом, вот эта устная форма, да, которой передачи, она зафиксировалась уже в таком более... То есть если это раньше было там где-то какие-то, ну, не... Ну, редкие, да, люди, кто умел писать, то, а так как ислам, он призывает к знаниям, к чтению Корана, да, к айлям и так далее, это все способствовало тому, что вот эти действия сподвижников, сподвижников, они в результате дали возможность развиваться и другим наукам, дали возможность, как бы, закрепить уже письменно, видимо, да, Коран. И это был огромный вклад уже в процессе, в, как бы, фиксации, как бы, более такой стабильности арабского языка в отличие, вот именно литературного арабского языка, в отличие от других языков. Да, то есть если язык, вот даже английский язык, историю я учила, например, в университете, историю английского языка, там было очень много падежей. То есть сейчас английский язык, типа, очень легкий по сравнению с тем, что было, да, то есть вот, например, там, например, в немецком там есть падежи, вот в английском там еще больше было падежей, эти артикли, то есть окончания, сейчас там более упрощенного. То есть язык, он, как бы, изменился, а благодаря тому вот этой фиксации Корана и очень щепетильному отношению к сохранению такой аутентичности, уникальности изначальных истоков арабского, как сказать, Корана на арабском языке в его первоначальной форме как устной, так и письменной, это все способствовало чему, что литературный арабский язык, он не так сильно видоизменился, современный, да, современный литературный арабский язык, он не так сильно отличается от того классического, коранического арабского языка. Хотя, конечно, отличия есть все-таки, потому что язык, ну, он, ну, есть какие-то слова новые, да, то есть есть вот даже в орфографии какие-то моменты отличаются, например, в арабском языке, современном литературном и кораническом, то есть орфографии. Но, по сути, такого глобального изменения оно не произошло, и это благодаря вот такому щепетильному отношению к Корану, к сохранению его, в его первоначальном виде мусульман. Поэтому в этом плане очень, можно сказать, ну, это большое благо, потому что на самом деле язык арабский, он объединяет всех мусульман, да, несмотря на разные национальности. Да, вот сейчас мы познакомились с сестры с разных стран, и разной национальности, не знаю, там разные цвета кожи, возможно, разный вид у всех, но это то, что может нас объединить. Это Коран, который был миспослан на арабском языке, да, и, ну, как бы, призываю вас, кто еще не начал, да, его начинать уже. Учить или продолжать учить, потому что это как ключ к опознанию многим-многим других наук. Кто-то интересуется фех, ему это интересно, да, но это тоже необходимо для того, чтобы знать хорошо фех, необходимо знать Коран. Необходимо, да, то есть можно просто книжки читать, а можно их, ну, кто очень специализируется, уже нужно там и караты знать, чтобы сравнивать, например, потому что разные Кыра, например, может давать разных хокум и так далее. То есть, да, чем больше вы специализируетесь в какой-то науке, тем более чувствуется необходимость в познании большего-большего арабского языка, ну, арабского языка и Корана, потому что они взаимосвязаны, да, чтобы понять и то, и другое, необходимо параллельно, ну, как бы, знать и то, и другое. Конечно, если цель, например, просто разговорная, да, то есть, там, говорить, например, общаться просто, то особо вам не нужно, там, углубляться в грамматику или еще такое что-то, да, вам необходима просто какая-то лексика и все. И даже просто для понимания, ну, такого значения поверхностного Корана тоже особо глубокую грамматику не надо, не нужно, потому что некоторые сестры часто вот сегодня мне тоже сестра одна спросила, говорит, я хочу там, какую книжку, там, по грамматике начать учить. Я советую, вы лучше учите какой-то учебник, в котором потихоньку грамматика будет вам и лексика, и все вместе, потому что если вы, у вас набор 300 слов, а вы хотите писать, ну, или как и арабы, там, по ним заумные, так для чего оно вам? Вам нужно, чтобы понимать, да, понимать общий смысл такой, можно и не особо понимая, знаете, там, элементарные правила, например, которые в Аджруме, там, есть такие вот и хватит, а если вы хотите уже, да, более глубокие, разбирать тассир, понимать, там, уже какие-то глубокие, да, вы уж тогда можете углубляться, потому что это ваша специализация уже. Но это уже, как бы, мое видение, кто-то может по-другому видеть, это лавань. Ну, как бы, все это сводилось к тому, что Коран остается единственным примером идеального красноречия на протяжении веков и будет оставаться таким, да, потому что он идеален во всех моментах, и даже в своей истории, как он дошел с тех времен до нас, поэтому он не имеет аналогов, он, ну, как бы, враги ислама или там какие-то критики, что-то там не говорили, все их, ну, как бы, вот это яд, который из них идет, это ничто, да, то есть, потому что знающий действительно, да, те моменты, которые даже они там ядовитые говорят, это все, ну, элементарно понятно для знающих, разбирающихся в Коране, и поэтому не может никак задеть, да, это как, ну, там, пустой звук. Ну, я сегодня сказала вот пару слов о том, что несколько форм арабского языка, да, в основе разделяют, то есть разговорный и литературный язык. Но я бы еще хотела, уже я, в принципе, это, ну, сказала, что помимо разговорного, то есть диалектов, да, которые в разных народах, там, или в разных странах, может быть, да, там, например, говорили вчера, да, говорили про кувейтский, там, диалекты арабийские, да, там есть, то есть есть какие-то разные, там, египетский будет про это, то есть есть разные диалекты, у них свои особенности, но в основе, да, они, произношение может отличаться, какие-то лексика, как в каком-то месте, это слово используется, в другом слове синоним, может, вот оно как-то, ну, грубо говоря, коверкается, где-то, например, была связь больше с французским языком, какие-то такие вот иностранные слова могут быть, где-то с английским, другие, то есть это все там в диалектах. Есть современный арабский литературный язык, да, то есть современный арабский литературный, это вот язык на печатных изданиях, наука, вот то, что в учебниках сейчас, например, в книгах, мы сейчас видим, да, то есть это больше, ну, зачастую это современный арабский литературный язык. Он практически, ну, не сильно отличается от, как бы, более, ну, как бы, другой формы языка, которую можно выделить, это классический арабский коранический язык, да, то есть язык Парана. По сути, современный литературный, это, ну, как бы, производная из этого классического, потому что на основе арабского языка и весь классического Корана, да, то есть Коран — это пример. Если что-то ищут в грамматике, то пример из Корана, а в Коране так, значит, это правильно, это так, значит, так правильно. Или там на стихи какие-то, да, там тоже могут эти, ну, допустим, эти доисламские тоже ссылаться, как вариации, да, например, то есть этот язык, он как бы в основе. Но есть моменты, как я вам сказала, которые отличаются, там, орфография, какая-то лексика дополнительная, то есть в Коране могут использоваться какие-то слова, которые, например, может сейчас используются, там, синоним его, да, или не в том смысле чуть-чуть, потому что, например, в Коране там сейчас Саяра — это автомобиль, да, ну, в то время не было автомобиля, это уже другое значение, то есть смысл может немножко меняться, так как язык, время поменялось, но основа, да, одинаковая, и можно вот выделить вот этот классический арабский коранический язык, да, он, ну, как бы, это основа, основа основ, а современный он похожий, все тоже, но только такой более, ну, не такой возвышенный, да, то есть это как вот классика, возвышенный, то есть там, ну, это пример, да, то есть это идеальный, литературный уже там какие-то современные моменты есть, которые в классическом могут не быть, слова, например, да, какие-то там иностранные или еще что-то, ну, по сути, иногда их даже не разделяют, да, но вот я вам говорю такой момент, вот, да, то есть этот язык является языком Корана, и продолжая это всего, еще раз повторю, про важность арабского языка, языка, да, то есть Аль-Ба-Ха-Кы сказал, что для людей стало обязанностью изучения арабского языка, поистине это относится к коллективным обязанностям, чтобы понимать веления и запреты Аллаха, его обещания и угрозы, чтобы понимать то, что разъяснил и сообщил посланник Аллаха, да, то есть это обязательно изучение арабского языка, некоторые, ну, как бы, на том уровне, который вам необходим, да, то есть не нужно там углубляться в какие-то моменты, хотя бы, хотя бы вот самое необходимое. Вот. Также Аш-Шафи, да, сказал, что каждый мусульманин должен изучать арабский язык в меру своего усердия, да, то есть минимально что? Чтобы свидетельствовать на нем, что нет Бога, кроме одного Аллаха, той Шагады говорить, и что Мухаммед и его рабы и посланник, чтобы читать на нем книгу, да, то есть чтобы видеть буквы, быть в состоянии их прочитать, произнести правильно, да, то есть вот эти моменты, правильно, Махарач, да, то есть наследовать хотя бы, да, правильное произношение. Чтобы произносить поминание, то есть Адгар, это может быть что-то из Корана, да, а может быть на память, да, например, а может быть просто какие-то дуа, да, там, из Суны, что ему в обязанности, вменено ему в обязанности слов возвеличения, там, тагбер, да, то есть те слова, например, которые могут в молитве там приходить, какие-то фразы, которые, ну, по сути, они и датскер, можно сказать, да, как викар. Тазбер, ташагут и других слов. Все новое, что он узнает из науки о языке, который Аллах сделал языком того, кто завершил пророчество, то есть арабский язык, язык пророка, и на котором не спасал последнее писание, пойдет ему на пользу. То есть, инша Аллах, если, да, нужно, например, выучить там, если кто-то не хочет углубляться, ага, нужно выучить такую суру. Хорошо, вы вот конкретно эту суру, выучите, что в ней, что, про что она говорится, да, какие здесь моменты, например, в произношении, в значении. То есть, хорошо, это выучили, пошли дальше. То есть, если вы не хотите, вот целую науку отдельно брать. Потому что это вы поминаете, вы делаете, вы читаете Коран, например, какой-то сур, вы, ну, как бы, понимаете, про что вы говорите, не просто машинально это произносить. И, иншаллах, хайр, иншаллах, еще хотела вот затронуть Коран, перевод и толкование. Часто думают, что, ну, сейчас я прочитаю Коран, и я все буду знать. Или вот, когда мы читаем Коран, вы должны понимать, что в Коране есть вот как бы, ну, смысл такой на поверхности, да, когда мы читаем слова, например, да, и часто, когда пытаются перевод сделать, почему говорится, не перевод, а перевод смыслом. То есть, пытается вот тот верхний смысл, который понял, например, переводчик, вот как бы непосредственно, он может это взять. Но есть еще смысл отдельно, то все и ров, толкование. Этот смысл намного глубже. И просто, да, прочитав или даже поняв какие-то слова, лексику, ну, которую вот вы читаете какой-то аят, и у вас все слова понятны. И эти слова вам могут быть понятны, но смысл более, ну, как бы, который заложен, как правило, его нужно узнать именно через толкование Корана, да. То есть, и для этого уже отдельно есть много тавсиров, есть преподаватели, да, кто специализируется по толкованию Корана, да, который вот, ну, то есть, уже можно здесь развиваться тоже. То есть, вы не путайте, да, например, просто чтение и понимание общего смысла, да, или как бы в основе с более глубоким пониманием, то есть, с каким-то толкованием. Потому что, если вы читаете аят, ну, порой необходимо, ну, как бы, вообще желательно, да, то есть, каждый аят проживать, его прочитывать не только просто, как бы, губами, да, и языком, а и понимать его не внешний смысл, а и внутренний. Для этого уже из-то всех. И не следует путать, да, там, например, какой-то перевод, если вы читаете вообще с Кораном, потому что перевод — это далеко не Коран, это просто какой-то внешний примерный смысл, да, а толкование, если вы посмотрите толкование, есть такие более, как бы, маленькие тафсиры, а есть более широкие, да, которые много томов. Поэтому это, опять же, чем, да, сначала можно дойти уровня, хотя бы правильно читать, потом понимать уже хоть какую-то часть большую, потом углубляться, углубляться, пока не будет, там, ну, какой-то больше уровень, да, но, как вы понимаете, невозможно сразу прочитать весь Коран, все значения знать, толкование знать, то есть это путь, путь длиною в жизнь, да, и не главное, возможно, даже не главное достичь до конца этого пути и все знать, а главное быть на этом пути, иншаллах, это, если мы умрем на пути, да, следования, да, следования вот правильности тому, чему призывает Коран, да, иншаллах, это есть то, к чему нужно стремиться, а не, ага, я все должен прямо сейчас сегодня узнать, и если вы будете узнавать, это уже, иншаллах, плюс большой для всех нас, вот, и такой момент, да, что некоторые говорят, почему на арабском Коран, вот мы там, например, не арабы, мы там чеченцы, не будем мы учить, мы хотели на чеченском Коран, нет, ну, Коран на арабском, это нас объединяет, как мусульман, вот именно арабский язык, это решение Аллаху, он пришел на арабском, и мы принимаем, потому что это прекрасный язык и идеальный, потому что Аллаху нам это так не спасал, и да, вот в одной суре как раз про это говорится, что если бы мы не спасали Коран не на арабском языке, то неверующие обязательно сказали бы, почему его аяты не ясны, то есть они вроде как бы арабы, а оно не на арабском, то есть так же наоборот могли бы сказать, арабы могли бы сказать, а это не на арабском, да, не на арабском языке, да, когда оно не спасано к арабам, скажи, о Мухаммед, Коран это руководство и исцеление от невежества для верующих, то есть если верующий, то уже мы это принимаем как как бы путь, как установка, что все, если я верующий, признеля, мой путь изучить как бы потихоньку буквы сначала, потом больше, 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 это как бы постепенно в своих рамках, это не значит, что вы должны сейчас все кинуть и с сегодняшнего дня посвятить весь свой день изучению арабского, да, вы свои обязанности выполняете, но вы их так организовываете, чтобы у вас обязательно для этого находилось время, хотя бы там полчаса, да, то есть каждый может посмотреть, я там, ага, например, утром 20 минут сижу, просто там листаю ленту, тут 20, тут 20, это я могу хотя бы 20 минут или 15 выделить, хорошо, начните с этого, лучше что-то, чем ничего, да, Коран это руководство и исцеление от невежества для верующих, а уши неверующих глухие, они слепы к нему, они подобны тем, кому обращаются издалека, они не видят, не слышат, не понимают того, что им говорят, то есть, ну, можно говорить, да, почему на арабском, почему на арабском, трудно, не трудно, это как бы не обсуждается, так вот, есть и мы так и принимаем. Да, иншалла, как бы мы в меру, да, то есть вы делаете дуаш, чтобы Аллах Супана Тааля вам облегчило это, и в меру того, как облегчило Аллах Супана Тааля, если вы делаете все причины, в любом случае, без ниля, если есть причина, есть правильное намерение, то будет вознаграждение, это уже как бы не от нас зависит, да, то есть если мы делаем все, что от нас зависит, то ждем только на милость Аллаха и на вознаграждение за то, что мы смогли сделать. И, как бы в заключении, тоже хотела сказать мудрость, да, вот арабская одна пословица гласит, мудрость римлян в их мозгах, мудрость индейцев в их фантазии, греков в их душе, а арабов в их языке, то есть арабский язык, он язык мудрости, язык Кур'ана, язык, который, иншаллах, откроет нам дорогу в познание религии Аллах Супана Тааля и Кур'ана, да, то есть познание Кур'ана, близ ниля. Иншаллах, говорили о всему по чуть-чуть, вот, в принципе, это все, что я хотела вам сегодня сказать, ну, если будут вопросы, вот еще с удовольствием отвечу на ваши вопросы, я так быстро, не знаю, протараторила, боялась не успеть, но как раз вот вроде бы и успела. Да, сестры, я там не могу сейчас пролистать, там много кто, что писал, прописи, масшаллах, писать на арабском, обязательно пишите на арабском, русскими буквами, все, забудьте русские буквы, пишите на арабском, никакой транскрипции, трудно, будет один месяц, второй, потом научитесь, и все, и будет легко. Да. Так, Машаллах. Так, сестры, если вопросы, можете задать. На лошади. Ну, ничего, переслушайте. Кто там на лошади? Не слышно. Иншаллах, можно послушать запись, кто не слышал что-то? Самый короткий. Ну, я старалась быстро. Да, у меня тоже, кстати, магистрская моя была по переводам Кур'ана. У меня были переводы Кур'ана на украинский язык, так как я с Украины, и там, ну, было какие-то критические там моменты, еще не было таких переводов, ну, такое, что-то я там писала, очень было интересно, то есть изучала эту тему, то есть было очень интересно сравнить вот именно переводы, как каждый вот переводчик, он как-то по-своему, ну, берет свой, все равно вот присутствует след переводчика, да, то есть если это переводит мусульманин или это переводит не мусульманин, плюс его способности именно этого языка, да, то есть и знания изначально арабского языка, то есть много таких моментов, которые... Ага. Какую книгу для начинающих вы имеете в виду Кур'ан или арабский язык? Ну, есть много программ, ну, знаете, каждый по-разному говорит, да, то есть вот сейчас популярный мединский курс, ну, я, честно, не очень, хотя вот что-то мне мединский не очень интересно, я, ну, зашел, так сказать, вот, ну, некоторым нравится, ну, как бы я это объясняю, что вот он очень пошел популярный, потому что он начал, он первый, наверное, учебник, который в PDF-формате вообще появился, и вот интернет начал только появляться, вот эти онлайн-уроки, он первым был в то время, как бы распространился, ну, мне нравится, вот, например, наше имя преподаю, я по нему училась изначально, когда я в Сирии училась, мы учились по этому учебнику, вот он мне как-то очень понравился, хотя это программа Саудовской Аравии, изначально вот посольство Саудовское по нему всегда училось, потом они перешли, вот, и этот Ибн-Сауд тоже хорошая программа, то есть много есть хороших программ на самом деле, тут желание было бы, да, то есть если у вас поблизости, например, какой-то курс, вы можете на него записаться, все, вам подходит время, учитель, как бы, там, все вам подходит, записывайтесь, ну, неважно, на какой курс, хотя бы начнете, а далее там посмотрите, уже, да, что-то, как бы, можно еще раз, если что-то сложно, еще раз, то есть я вот даже по Корану, я смотрю, у меня есть такие курсы, вот, например, Аш-Шал-Тадыя, я, я даже не знаю, сколько я на нее ходила, но так раза четыре точно я насчитаю, что я ходила вот на этот курс, это по Кратам, то есть пошла первый раз, где-то я там, ну, например, какой-то урок пропустила, что-то это мне это, не дослушала, все, закончился курс, я еще раз записалась на этот же курс, даже к этой же устазе, все, я сначала перешла, у одной устазы три раза проходила, там еще, еще два, ну, пять раз уже, я сейчас вспоминаю, шесть даже, ну, не все разы до конца, даже семь, сейчас я же вспоминаю, то есть некоторые разы я не до конца доходила, то есть просто вы идете, да, что-то сначала не пошло, не осмотрели, какие-то причины, там кто-то родил, кто-то, не знаю, переехал, что-то еще, еще, нужно еще и еще, еще, да, Лара Белин на шеин, так, по Мединскому второй том, ну, да, Мединский, ну, вот Умая любит, Умая, я говорю, Ая любит Мединский, я не очень, ну, как бы, это вот каждому, да, вот вам может пойти, вот вам может, например, понравиться Мединский, опять же, зависит от целей, каждая программа, она, какие-то цели, да, то есть, может, этот учебник вам, вы посмотрите, он вам, ну, как бы, не подходит, хотя вот Мединский, он, если ставит цель, ну, как бы, я так вижу, мое видение, читать арабские тексты, вот, допустим, просто понимание, не особо, там, разговорные, потому что каких-то упражнений нету, но если дополнительно что-то придумывать, то может быть, как, вот, на разговорном таком, а так, для понимания, вот, например, Корана, просто понимать, читать, то хороший, как бы, курс, там, лексика, вот, грамматика, такая не сильно усложненная, хотя некоторым кажется сложным, ну, там, уже, там, четвертый, то, может, третий, а так, грамматика достаточно для, вот, понимания Корана, вот, такого, да, смысл общий, и лексика вполне хорошая, да, я проходила, значит, все тома, то есть, я в Сирии, когда училась, мы, у нас было два года, вот, первый год три тома, и второй год три тома, это вот на, как он сказал, это Агиле, как подготовительный, это мы учили в первые, вот эти шесть томов, ну, и потому мне оно и нравилось, там, и, ну, для меня, ну, как будто смесь Бейна и Дейк и Мединский, вот, вот этот, значит, ин, как для меня, вот такая смесь, вот. Опять же, сколько томов в Мединском? Четыре, четыре там, хотя вот иногда третий, четвертый вместе делают, ну, у вас, по сути, четыре. Кто-то три говорят, если вместе, губа. Да, в Мединском. Так, еще какие есть вопросы? Ага, с Шариатским конем. Да, Машалон. Вы сколько лет учили? Ой, сейчас скажу, сколько лет, сколько я учила, подумайте, что я старая. Ну, я учила, если, в общем, арабский язык, я уже 20 лет как учила, ну, вот, начала 20, может, больше даже. Так, сейчас еще я раз наберу, потому что заканчивается, иншалон. Ага! 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 Продолжение следует... Да, вот присоединяются, иншалла, сестры. По поводу вопросов, да, если есть вопросы, пишите. По поводу, сколько я учила, я там последний вопрос увидела, может, еще были какие-то вопросы, то напишите, иншалла, повторите. Учила арабский язык, ну, я начала учить, так, сколько мне лет, сейчас вспомню. Ну, то есть уже где-то 22 года, как я учила арабский язык, да, а может, 21, пускай, где-то так. Ну, можно сказать, более так плотно, это 20 лет я учу. Ну, и, кстати, вот по поводу моего начального изучения, вот эти, наш ин, когда я в Сирию приехала, и там нужно было год, я, ну, там, как-то ходила на летние курсы, потом мне нужно было уехать, я не попала на саму учебу, потому что уже началось, я приехала, уже, как бы, посередине не брали. И потом я сама занималась, я не знаю, вот я сейчас удивляюсь, это, как я, ну, то есть, наверное, как-то так можно, но я не знаю, как я так занималась. У меня не было словаря, то есть вообще не было, там, ни баранова, интернета, то еще и даже в мечтах не было, то есть такое даже понятие не знала, такого слова, как интернет. Компьютера у меня не было, телефона не было, то есть ничего у меня не было, такого даже не существовало, наверное. А может, и существовало, но не было у меня. И вот этот год я, получается, опоздала и узнала, что можно будет сдать экзамен, как бы, по первым вот этим трем, ну, вообще-то по всем, да, как бы уровень арабского, и они посмотрят, на какой уровень, если проходите, там, на какой-то там, не на второй курсе, не на третий, будут брать по уровню. И вот, не знаю, вообще, у меня не было учителя. Единственное, что вот эту книжку я купила, и мне, ну, как бы, просто помогли сзади словарик книжки и перевод, как бы, словарик арабских слов, и там, на какой странице они первый раз встречаются. И вот эти слова просто первое, там, значение, не то, что там, как словареема, первое значение, второе, десятое, просто, например, слов, там, кита, и книга. Мне просто помогли, вот, я написала карандашом вот этот перевод. И все, да, и, и что потом, и потом я делала упражнения вот с этой книжки самостоятельно практически, ну, может, кого-то там я спрашивала иногда, но в основе я этого не помню, что я там прямо кого-то особо спрашивала, то есть никому не было до меня, чтобы мне там это объяснять. И я эти упражнения самостоятельно, вот у меня даже книжка, правда, мне жалко, я постирала с нее, ну, когда-то уже начала по ней преподавать, вот это, кстати, книжка, она в черно-белом варианте, вот эта копия Амина Аши Ин, и здесь еще я писала, но я потом постирала. Вот здесь вот я, есть одна, ну, как бы пометка, видно, не стерла, учительница мне писала. Мумтез, что-то тут, а, Мумтеза, А, Мумтеза Джиден, там стерто немножко, это то, что не успела я стереть. А тут я везде вот карандашом писала, видите, там еще следы чуть-чуть есть, и вот я, это вот это, что Мумтеза Джиден, это летние курсы, помните, я вам сказала в начале, что я пошла там месяц на летние курсы, потом я уехала, и мне, ну, как бы у меня не получалось. Я вот продолжила самостоятельно это писала, карандашом в этой книжке, сама себе что-то там делала, и потом я, когда уже было поступление, как бы на следующий год, я пошла, сдала экзамены, и поступила сразу на второй курс, то есть получается, по сути, первые три книжки я самостоятельно прошла, ну, как бы, я сдала экзамены, и получилось, что я уже с четвертой начала изучение с группой, да, и там, ну, и другие предметы, там не только арабский был, то есть все предметы, там разные были предметы, да. Поэтому вот так. Так, кроме Мединских и Байна, и Дэй, какую книгу посоветую? Ну, вот эта книга, вот эта книга я посоветовала бы, которую я вам показала. Вот у меня есть третий том такой, вот поблизости, такая она вот так выглядит, да. То есть вот, смотрите, внутри здесь. Тут есть и тексты, и диалоги, и упражнения, то есть такая смесь, как я говорю, Байна и Дэй и Мединского. Так, это, есть ли в общем такие учебники? Конечно, если какие-то на грамматику специализирующие, еще что-то, то это отдельно. Да, кто-то там писал мне, что можно ли написать в личку, ну да, напишите в личку, но это уже директ мою, кому интересует. Да, еще, как бы, хотел такое объявление для тех, кто хотел научиться таджвид, возможно, видели. Да, сейчас я провожу прямые эфиры до рамадана, иншаллах, такого интенсивного, интенсивного курса таджвида для начинающих, поэтому можете тоже присоединиться и, ну, как бы, продолжить там лекции, которые были, уже можно прослушать. Где можно найти эту книгу? Она, насколько я знаю, девочки, сестры, кто меня учится, они покупали, вот, например, в Дагестане, она распространена, то есть она есть в книжках исламских в Дагестане, например, прямо покупали. И онлайн можно посмотреть, продается в России. В Турции мне тоже привозили, правда, не тут, в Украине я его сюда не привезла, прям на бордом. В Турции они есть. Да, ну, можно. Так, еще у кого есть вопросы? Если вопросов нет, сестры, я буду заканчивать. Если есть, разговоры. Ага, для разговорного что последует? Ну, первое, нужно понимать, с кем, да, если вы сами занимаетесь, если с учителем, то есть, как бы, разным. В принципе, неплохо, но там первый том, он более такой, а потом идут тексты, ну, как бы, как и обычные ученики. Нужно больше говорить. То есть разговорные нужно больше, нужно больше говорить, сестры. Даже если вы просто прописываете что-то, вы его прочитываете. Вы себя больше слышите, вот эти, и всякие другие. Всякие другие. А, ты специально вот таксил, чтобы я плачу? Так, давайте, потому что ребенок уже тоже плачет. Дети, как пришли специально, тут мне поплакать с боку. Так. Так. Да, Миша Аллах, сестры тоже вот. Знакомые. Спрашивали про иарабку и Коран. Про иарабль и Коран. Что вы имеете в виду, как бы, как курс? Ну, это, опять же, если вы хотите более глубоко, да, понимать, например, уже разбираться, то, конечно, иараб, это, ну, это, это очень помогает, вот, более в понимании. Ну, опять же, начинать, прям, зная, там, 200 слов даже по-арабски, начинать иараб, это, я считаю, не, ну, как бы, не очень эффективно. То есть, вы можете знать иараб, потом вы не понимаете, вы будете на одном предложении, его там, «Загаба Ахмеду Ильяль Хадека», и все, все, вы закончились слова, и вы будете их переставлять, ну, и смысл. То есть, у вас не будет, ну, тут грамматику, чем больше вы лексики имеете, тем больше вы уже можете углубляться, а так смысла не вижу. Но, да, иараб, я, например, очень любила иараб, у меня была даже еще одна сестра, с ней так дружила я, у нас было, ну, там была стобальная система, и вот 100 из 100, это я там была, как бы, по иарабу, профессионал, ну, вот мне нравилось очень иараб. То есть, мы, например, со второго года, как я поступила, уже, то есть, это был четвертый том, мы учили уже иараб, там был, ну, там и в томе идет, например, какие-то элементы уже, как, как аджрумия, вот такие моменты, и там уже и грамматика, иараб. Ну, по ходу разбирается, берется что-то и разбирается. Но на первом томе, ну, не советую. Если это вы первый раз, то нет. Если вы уже там просто повторяете, конечно, можно и первый том с иарабом дать. Так, хорошо, я люблю иараб. Ну, да, я тоже люблю иараб, но не советую. Хорошо, сестры, давайте, была очень рада, то у меня тут уже крик и шум. Вот, база для иараба уже. Ну, да, у меня было, я вот три тома прошла, это я уже на четвертом была, и тогда мы начали иараб брать. Ну, опять же, я три тома самостоятельно прошла, да, как я вам уже сказала вот вначале, я их самостоятельно прошла. У меня не было учителя, у меня только было там пару слов. Я не знаю, как я их прошла, честно говоря. Я вот просто на такой интуиции. Вот, кстати, это подтверждает еще раз слова. Ая, да, говорила о том, что вот арабский язык, он логический, он такой предсказуемый. Если хотите его понять, то, а там еще в этом учебнике плюс, там идут примеры, там идут задания, и сразу пример, что вам нужно сделать. Я вот ориентируюсь по логике на это, ну, как бы, задание. Иногда спрашивала, что вообще там нужно делать, но даже не спрашивала. Смотрела на пример, понимала, что там происходит в этом примере, и логически просто делала эти упражнения, вот просто на логике. Вот это, машааллах. Да, то есть просто пример есть, и все, на логике. Если что-то там не получалось, ну, там, может, спросила когда-то. А так вот, если как захотеть, иншаллах поставить цель, Аллах субханатааля даст возможность перед него. Вот. Если кого-то еще что-то будет интересовать, или какие-то моменты хотите уточнить, пишите тоже мне в директ, и, да, или на страничку, вот, иншаллах, ну, буду полезна, насколько смогу, признаю. Хорошо. Благодарю всех за вашу активность, за позитив, со всеми познакомились, узнали, вот, и также у нас еще будут завтра и послезавтра спикеры, да, которые тоже продолжат эту нашу тему любви к арабскому языку. И без меня тоже будет для вас много пользы. Субханакаллаху мууу. Бихамди каашхаду аляйя аляхалиянта. Астахфиру каатубу алейкум. Вассаламу алейкум варахматуллахи. Варахматуллахи. Спасибо. Спасибо.